Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днём» с вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Десногорцы выбирают территории для благоустройства. Выставка в художественной школе. Сводка криминальной обстановки в городе. Баскетбольные баталии в Десногорске. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Голосование по выбору территорий для благоустройства в Десногорске идёт полным ходом. Подробности далее. Сейчас активно проходит выбор по территориям для благоустройства. Десногорцы рады, что теперь появилась возможность сделать город уютнее. И активно включаются в голосование. Очень нужны проекты. Конечно, современный наш город хороший. Это, конечно, нужно, чтобы ещё было лучше, чтобы где-то было отдохнуть. Всего за оба объекта проголосовало более 10 тысяч человек. Выбирают территории, которые пользуются большей популярностью у горожан. Для детей. А то детям не покататься. Ничего. Вот это нужно. Все желающие могут проголосовать на сайте администрации Десногорск.админ.дефиз.смоленск.ру. В интернете на площадках Десногорск пресс-служба Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и по адресу Деснадефиз.пресс.собака.админ.дефиз.смоленск.ру. Уважаемые десногорцы, принимайте участие в голосовании. Давайте сделаем наш город лучше. На трассах Смоленской области открыли пункты обогрева для водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями. По информации Главного управления МЧС, развернуто 4 мобильных пункта обогрева общей вместимостью 102 человека. От МЧС задействовано на 8 человек 4 единицы техники. Пункты появились на федеральных трассах М1 Беларусь и А-130. В холле Десногорской художественной школы расположилась выставка. О том, чьи работы представлены на экспозиции, вы узнаете в нашем следующем сюжете. В экспозицию вошли работы десногорских юных художников, которые принимали участие в 10-й открытой областной выставке конкурсе художественного творчества, учащихся детских художественных школ и детских школ искусства. Всего было представлено 228 работ. Из них 50 были удостоены первых, вторых и третьих мест. И 28 получили поощрение. Областная выставка – это самая ответственная, которая показывает, дает показатель, уровня развития школы, уровня развития ученика. То есть, реальный показатель. Чтобы победить, это надо очень потрудиться и быть очень талантливым и учителю, и ученику. Чудесная нежная акварель, выразительная графика, натюрморты, пейзажи и работы декоративно-прикладного мастерства. Всё представлено на всеобщее обозрение и доступно для ребёнка. Этой выставкой педагоги школы хотят показать недавно пришедшим в школу ученикам, чего можно достичь при кропотливом труде и к чему необходимо стремиться. Жители региона нарушают закон, не оплачивая счета за электричество и становятся объектом пристального внимания судебных приставов. Если гражданин добровольно отказывается оплачивать потребление энергоресурсов, задолженность будет взыскана через суд. Всего за 2017 год Смоленск «Атомэнергосбыт» предъявил в суды всех инстанций более 8 тысяч исков на сумму более 1 миллиарда рублей. Из них по решению суда уже взыскано почти 77 миллионов рублей по 1713 исполнительным производствам. Вор-домушник с переломанными ногами больше суток скрывался от смоленской полиции. На его счету 8 краж в нашем регионе попался житель Барнаула, когда залез в дачный домик в деревне Богородицкое. Выпрыгнув из окна дома, он повредил обе ноги. Скрываться с полученной травмой долго не смог. Максимальное наказание, которое он понесет – это лишение свободы на срок до 6 лет. А о том, что произошло в Десногорске за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 98 сообщений о происшествиях. Из них 9 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 109 административных правонарушений, в том числе 89 нарушений правил дорожного движения. Зараспитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к ответственности привлечены 8 человек. И в заключении выпуска новости спорта. Баскетбольное движение вернулось в Десногорск в 2014 году при поддержке концерна Росэнергоатома Смоленской атомной электростанции. Благодаря этому всего больше детей увлекаются этим видом спорта и участвуют в соревнованиях. Подробности далее. 1 и 2 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошел второй этап баскетбольного чемпионата Смоленской области между учениками четырех школ. На этом этапе определят команду, которая представит Десногорск в полуфинале. Соревнования мне понравились, очень хорошо организованы. Я хочу, чтобы в нашем городе было побольше подобных мероприятий. Это развивает тебя со всех сторон, ты можешь попробовать себя в чем-то новом. И на баскетбол это очень интересная штука. Баскетбол это командная игра, команда как-то сближается, все девчонки, мальчики становятся очень дружными, помогают друг другу, переживают друг за другу очень сильно. И это большая поддержка для нас. Игры проходили динамично и напряженно. Каждой команде хотелось выиграть и представить город на чемпионате. В итоге места распределились следующим образом. Первое место заняла команда четвертой школы, на втором месте ученики третьей школы, на третьем месте команда второй школы. И еще 8 и 9 февраля в Десногорске пройдут Олимпийские дни баскетбола. Два дня все желающие смогут окунуться в атмосферу настоящего спортивного праздника, участие в котором примут олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, легенды отечественного баскетбола, а также звезды кино, актеры фильма «Движение вверх». Александр Риполов, Егор Климович и Кузьма Сапрыкин приедут в физкультурно-оздоровительный комплекс Десна, чтобы посмотреть вместе с жителями Десногорска игры регионального этапа «Кэсбаскет». Кроме того, в программе мероприятия – общение с актерами фильма и мастер-класс от олимпийских чемпионов. Начало праздника в 10.00. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefiz.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok